Это каша сделала со мной. О, мы уже снимаем. Так, друзья, привет всем. Это Валера. Сегодня тем, как вы уже поняли по названию, конечно. Варим гороховую кашу. Блюдо хорошее, вкусное, очень калорийное, в ней очень много белков, может заменять мясо. Но мы будем делать с чем-нибудь таким мясным все равно. Ну или подумаем еще с чем в процессе. Давайте начнем. Что нам для этого нужно, я вам покажу. Для начала нужно размачивать горох. Я горох размачиваю за 2-3 часа до готовки. Давайте я вам покажу, на чем будем варить и как будем варить. Поехали. Так, друзья, что нам нужно в первую очередь? Нужна посуда, к чему будем все это готовить. У нас на данный момент это будет пароварка. Одни хорошие люди нам подарили эту пароварку. И мы как бы очень рады, не часто, но готовим на ей. На ей очень удобно готовить, особенно если у кого-то проблемы с желудком. Можно варить котлеты на пару. Здесь как бы еще несколько отсеков вот таких придашу. Можно варить сразу и кашу, и сверху котлеты, всякую, всячину можно. Овощи, что хотите можно делать. Так что так, мы сегодня будем парить гороховую кашу. Очень хорошая посуда. Каша не прогорит, не сгорит, ничего. Просто будет париться. Так, нужен горох и вода нам на данный момент. Если кто-то не знает, что горох разбухает в три раза. Поэтому будем готовить один к одному. Если гороха, например, стакан, то надо три стакана воды. Это для тех, кто не знает. Горох я замачивал заранее. Замачивал за три-два часа где-то до готовки. Некоторые, чтобы его не замачивать, просто добавляют соду. Ну, я не люблю добавлять соду. По мне, лучше все это заранее замочить. Все. И чуть-чуть вот так заливаем. Все. Все, что требуется. Также в кастрюле. Если кто-то на газу готовит. Все. Закрываем и включаем на 50 минут. Все. Пока что все. Сейчас я покажу, что делать дальше. Кашка у нас будет запариваться пока что. Так, друзья, что нам еще нужно для этого всего. Натер пару таких небольших морковок. Это в обязательном порядке все нужно. Лук тоже обязательно. У нас вот две такие головки. Одна такая средняя, одна побольше. Тер морковку и натер на большую терку. Потом покажу, что будем делать дальше. И лук такими средними кусочками будем нарезать. Будем нарезать такими кубиками, чтобы хорошо это было все обжарить. Все это будем обжаривать. Потом протушим. В общем, я покажу, что делать. Примерно вот такими кубиками и надо нарезать. Там они начнут тушиться, станут поменьше. Так что все. Делаем дальше. Так, друзья, что делаем дальше. Ставим сковородку, разогреваем. Добавляем просто масло растительного, оливкового, любого. На свой вкус. Сейчас она чуть-чуть нагреется. И все вот это нарезанное, натертая натертая натерку, сыпем в сковородку. В принципе, сковородка у меня уже была нагрета. Все это высыпаем. И тщательно будем перемешивать. Зажариваем это все до золотистой корочки. Как это все получится, я примерно вам покажу. Ну вот, друзья, в принципе, у меня морковка с луком уже готова. Примерно, чтобы они получились вот такие. Потому что одна часть пойдет у меня на одно блюдо, которое еще будет тушиться. А вторая часть пойдет в кашу под блендер. Это я все покажу. Так что давайте идем дальше. Так, друзья, приготовилась наша каша. Вот такая она на вид. Она уже вкусная на вид. Но она еще не посолена, не перченая. Сейчас мы на это все будем добавлять. Так, как я сказал, все это на свой вкус добавляем. Добавляем на свой вкус соль, специи, любые приправы. Какие вам угодно и какие вам нравятся по вкусу. Так что все, я свои приправы выбрал и добавляю их прямо сюда, уже в сваренную кашу. Добавляю еще что. Добавляю лук, морковку, которую мы с вами тоже приготовили. Добавляем еще сюда. И все, это мы сейчас должны перемолоть блендером. Добавляем еще сюда. Добавляем еще сюда. Добавляем еще сюда. Такая однородная масса. Как бы оно пока и готово. Сейчас я буду показывать, что делать дальше. Друзья, вы просто посмотрите, какая получилась красота. Гороховую кашу мы украсили зеленью. Добавили две помидорки. И печень у нас просто красивая и очень вкусная на запах. И сейчас будем пробовать на вкус. Так, друзья, получилась вот такая вот неописуемая просто красота. И на вкус она очень приятная. И очень вкусная на запах. Я уже попробовал, конечно, и того, и сего. Но сейчас я чуть-чуть, наверное, поем с вами. Гороховая каша просто оттас. Не каша, а карто... Ой, гороховое пюре можно назвать так. Попробуем печеночку нашу. Наша печеночка напоминает свиную, как я уже говорил. Это просто бомба. Что я раньше не знал этот рецепт? Печенку кукуриную раньше делали всегда по другому рецепту. Со сметаной. Или в сметане, правильно, как называется. А вот этот рецепт я недавно увидел на ютубе. И как-то мне захотелось на своем канале тоже показать вот эту вот чудо-еду. Или чудо-горачное блюдо, как называть правильно. Может быть, как и обед, так и ужин. Просто бомба. Ко всему этому маринованные домашние помидорки. В общем, друзья, такая красота. Не ленитесь делать. Очень вкусно получается. А я, наверное, буду продолжать кушать. А вам желаю приятного просмотра. Приятного аппетита. Просмотр может приятного следующего видео какого-то. Так что заходите, ставьте лайки, поддерживайте канал. Всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok